МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поэтому ребята ждали игру с нетерпением. Из восьми заявленных команд результаты двух пошли не в зачёт, так как это сборные команды вторых курсов, которые самостоятельно вызвались поиграть в Зорницу. В объединении, скорее всего, новая дружба, новые знакомства, желание проявить себя, красивая форма, такая энергетика. Думаю, грех не согласиться. Для Валентины Солопиной разбирать и собирать автомат Калашникова – привычное дело. Ещё до поступления в колледж она посещала кружок в детско-юношеском центре «Прометей» под названием «Юный десантник». Плюс оттачивала практику в колледже на уроках ОБЖ. Пригодились все навыки. Самое сложное было как раз-таки преодолеть препятствия и при этом не уронить планку. Потому что с автоматом я очень часто с ребятами во время уроков ОБЖ собираем, разбираем их. Это уже практически на автомате происходит. Результат выявляли в общекомандном зачёте и по принципу «один за всех и все за одного». Если кто-то справляется с заданием быстро, то другой может потратить больше времени и подвести всех. В любом случае, по словам организаторов, целью было не определить победителя, а зарядить положительными эмоциями ребят. Цель нашей не только этого мероприятия, но и в целом всего плана воспитательной работы в колледже, он в том числе заточен и на это, это воспитание патриотизма и пропаганда службы в вооружённых силах Российской Федерации. В этом плане у нас и социальное партнёрство хорошо организовано, мы взаимодействуем с войсковой частью Югорск-2 и с военным комиссариатом, ну и с другими заинтересованными организациями. Вторая часть игры – это эвакуация раненого с поля боя. Ребята в спецодежде по снегу с оружием должны были преодолеть гладким бегом участок местности длиной в 50 метров, уложить пострадавшего на носилки и преодолеть все препятствия, в том числе по-пластунски около 20 метров. Ребята с полевыми испытаниями справились хорошо и дружно. Первое место заняли киповцы, это команда «Десант», второе – у электриков и третье – у строителей.